Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Немецкое издание BILT опубликовало статью, в которой утверждается, что во время президентских выборов в Молдове Россия потратила более 11 миллионов евро на победу бывшего главы государства и нынешнего лидера партии социалистов ПСРМ Игоря Дадона, чтобы укрепить свое влияние в Центральной Европе. На публикацию отреагировали в ПСРМ, назвав ее клеветой и пригрозив изданию судом. BILT опубликовала также документ, отметив, что это смета расходов на предвыборную кампанию Дадона, которая издание получила у своих источников в правительстве Германии, где расследует влияние Кремля на выборы в других странах. 4 миллиона предназначалось на взятки для дружественных кандидатов, которые должны были после выборов проводить в Молдове политику Кремля. 528 тысяч евро должны были пройти на пропагандистские медиапроекты, 393 тысяч евро на иностранных наблюдателей на выборах. 500 тысяч евро выделили на коррекцию результатов на участках. Последний козырь в рукаве Кремля, если его собственный кандидат просто проиграет, пишет издание. После того, как о статье в BILT сообщили в молдавских СМИ, ПСРМ, которую возглавляет Дадон, выступила с опровержением. Выражаем возмущение в связи с клеветческими измышлениями, содержащимся в публикации немецкой газеты BILT и распространенными многими молдавскими СМИ, поддерживающими Майю Санду и подконтрольную ей партию. Заявили в партии, подчеркнув, что передвыборная кампания Дадона финансировалась в соответствии с молдавскими законами. Дадон не получил ни одного бана помощи извне на проведение избирательной кампании. ПСРМ направит иск в судебные инстанции против немецкой газеты BILT и на все молдавские СМИ, принявшие участие в распространении этой откровенной клеветы, заявили в ПСРМ. Отметим, что в ноябре 2020 года перед президентскими выборами лидер нашей партии Ринато Усатый подал в Центральную избирательную комиссию заявление с просьбой отменить регистрацию Игоря Дадона как независимого кандидата в президенты, обвинив последнего в том, что он получил из России на предвыборную кампанию более 11 миллионов евро. Плохотнюка уже полтора года нет в Молдове, но беззаконие и нарушение правосудия остались от него в наследство, и сегодня эти методы использует единственный гражданин Игорь Дадон. Сегодня мы посмотрим, можно ли доверять ЦИК. У нас до сих пор не было спорных ситуаций с ЦИК, но это не означает, что другим разрешено нарушать закон, заявлять о том, что газеты стоят 15 банов. Сказал тогда Усатый, отметив, что не может Дадон вместе с сотнями волонтеров и представителей своих штабов тратить на бензин 420 леев в день. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!